А дай-ка я вот перестрою гитарку в строй С, чтобы сопли, прям слюни висели. Пойдем, очень сильные стихи. Короче, хочу накидать в конец этой песни брекдаун. С китайной ради пропитания, здоровичка отца родным до дедам слава. Первый раз, если честно, в жизни вижу гитара с розовыми. Вообще, у меня слов нету, я все время... Ребята, я только сегодня узнал, что оказывается, фит с под небом будет, а не с вот так. Ну, ну и вот... Мы коллапс делаем, да, потому что это, на самом деле, очень сильная песня. И этот трек, ну и мужики, тоже стихи, это преобразованное, хочу в музыку, вы все услышите. Что самое главное? Для раперов. Значит, это 808-й бас. Так. Видите, как у нас здесь продолжается работка? Это у нас получается сейчас с нуля. Третий трючок. Третий. Вот. Он будет в этой эпихе. Это первый мой трек, который я написал в нестандартном для себя строе. Таки будет не два трека, все-таки Паша меня уговорил на эпи. А, как бы... Я очень люблю тяжелое, все тяжелое музло, которое есть. Вот. Короче, вот так вот пилится эпиха. Ни хрена она легко не пилится. Серая Москва, холодные этажи пустые. Когда ты в метро в душе, как в пустыне, чувствуй диск, и никаких исков более никаких исков... Ну что, этот выпуск, он для меня очень важный будет, потому что сегодня я иду допиливать к Паше кое-какие фрагменты трека «Город в горло» и трека «Мужики». Это, по-моему, дабл-хит называется. Ну, Паша предложил, давай выпустим сразу двойным. То есть к одному треку второй идет сразу. И я сейчас иду к нему, этим прекрасным допиливать. И покажу, как мы запиливали «Город в горло». Этот трек очень для меня важен, потому что в нем очень сильные стихи. Паша, как всегда, проявил свой музыкальный супер-скилл и все это преобразовал в музыку. И этот трек, ну и «Мужики» тоже стихи, это преобразованное больше в музыку. Вы все услышите. Итак, я сегодня покажу, расскажу, как мы работаем над процессом создания двух этих, не побоюсь этого слова, треков. Ребятки, вот мы у Пашки в студии. Здесь все пилится. Сейчас, слушай, скажи пару слов вообще про город. Что это за концепт такой у нас получился? Что за концепция? Чем он вообще будет отличаться? И что-то туда интересного засунуло? Потому что я, когда понятно, они еще, ребята, которые будут смотреть, они еще его не слушали. Ты как всегда засунул туда магию свою в виде, там вот колокольчики, да, вот эти. И в виде, чем мы там не Мордора, а музыка как будто есть из дурки. Да, много всего. Расскажи про город, типа в плане музыкальных штук. Что туда насовал, что будет? Да, вот я, кстати, сейчас открою чуть попозже проект. Обязательно подснею. Что самое главное для раперов? Значит, 808-й бас. Так, так. Отсевидно. И живой бас. Живой бас там на припевах, живые барабаны, джи-джи-гитары, все как любим мы, короче. Но это на самом деле еще показательный для меня трек, потому что писал я его... Это первый мой трек, который я написал в нестандартном для себя строе. То есть обычно я пишу там в D-строе, это сейчас поймут гитаристы. Или в строе стандартном пишутся песни, риффы и так далее. А это был такой, можно сказать, заказ на что-то большее. И я решил, думаю, отдай-ка я вот перестрою гитарку в стройце, чтобы сопли прям, слюни висели. И фигану тебе вот такой рифф. Причем идею ты мне подал, ты мне кинул старую демку. И я из этой старой демки у меня сразу... Я придумал вот эти дрилловские барабаны, которые... Они вообще прям офигенные. Гитара вот эта модная, что... Да, гитары там, колокольчики. Ребята, пользуйтесь, он не сферой. Колокольчики просто. Амнисфера и Вальхалла, да. Так мало того, так это еще мэтч будет из-под неба. У нас сначала был типа чернокнижный фейт Паша, да, типа... А теперь это выросло в другое, потому что слишком сильная работа получилась. Я пацанам кинул демку, им очень понравилось. И мы решили, что давай-ка мы коллапс делаем, да, потому что это на самом деле очень сильная песня. Из нее можно круто выжить, очень круто. Я вообще, ну типа... И, короче, ребят, один момент. Все-таки будет не два трека, все-таки Паша меня уговорил на EP, как бы, да, типа, потому что такое... Вот, будет «Город в горло», будут мужики, про них тоже чуть, ну, там, что-нибудь, короче, я расскажу про них тоже. И будет третий трек. Третий трек, да. И это, получается, будет все, когда ты хочешь это? Я хочу... Я думаю, что это можно сделать в декабре. Так, ноябрь, декабрь. А, ну, в принципе, сентябрь, октябрь, ну, в принципе, да, почему нет? В декабре, да. В декабре я бы выпустил... Три качественных, хороших работы, из которых один, по-любому, локомотив, это город, но про него отдельно еще будет. Город это просто... Город это вообще... У меня слов нету, я все время... Ребята, я только сегодня узнал, что, оказывается, ФИЦ под небом будет, а не вот так вот. Ну, мы вот... Это и просто я все. Мы как, значит, закрытое сообщество под небом. Да, да, да. Короче, смотрите, буду сегодня показывать вам нагля. Объявила сотрудничество. Да, блин, мы... Че, крутая песня. Я, наоборот, я всегда вот был за такие движухи. Я очень люблю тяжелое, все тяжелое музло, которое есть. Соответственно, конечно, когда есть шанс продвинуть туда группу, я всегда... Ну, как я могу не продвинуть? Короче, все, ребзи, смотрите выпуск, буду показывать куски. Будем показывать куски? Полюбашь. Да, все, ребята, будут куски. Иди, иди ко мне шагами, быстрыми, беги. Согрязнайся нахуй, больше, чем ты, больше, чем я, больше, чем... Вот, короче, ребятки, продолжаем. Это у нас мужики. Чуть-чуть мужиков. Это, которое... Макси-сингл должен был быть, но в итоге будет и ты. И сейчас, короче, все живаго полностью, полностью все живую пилится, делается. Никаких скачанных минусов, блядь. Или где-то... Или где-то вы минуса качаете, да, блядь? Да. Рэпер, а где вы там минуса качаете? Прибиться. Да, 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 да. Все, короче, полная живаго. Очень взрослая живаго. И сейчас мы, как это, перебивку, да, мутим между первым куплетом и вторым, да? Да. Или, да, сейчас, короче, перебивка. И вот, Пашка, короче, наболтал на гитаре. И сейчас... Да я еще хочу... Я еще хочу... Там же... Вот, короче, вот так вот пилится и пиха. Ни хрена она легко не пилится. Она в итоге пилится вот так. И это будет мощная штука, однозначно. Потому что после того, как вышли... Этот, как его... Ой... Как вышел Голодный, он там по итогу, там, не помню, около... Около 10к, по-моему, у него было прослушивание. Чего, я уже больше помню. Да? Я смотрю, в ВК вроде было больше. Потом, типа, я был на... Получается, в альбоме Паши, ребят, с под небом. Он альбом набрал тоже, по-моему, больше 10к уже, да? Да. Вот. И какие... А сколько февраль, не помнишь? О, февраль вообще там у него цифры космические уже какие-то. Вот, то есть там, короче, вот так, но... Он куда-то залетел, причем странно... В плейлист, да, в какой-то он? Да, в плейлист он залетел, и его постоянно кто-то крутит. Вот еще в чем штука. Какое-то радио, он мне писал и респектовал, короче. Я уже не помню, честно говоря. Просто какое-то интернет-радио. На рок-тематику. Да, на рок-тематику, да. И они меня респектнули, и сунули ее в эфир, и суют ее по сей день. Я не знаю, типа, я вроде хотел поблагодарить чуваков, но я до сих пор не могу их найти. То есть мне респектнули, а страница, вот, с которой мне написали, она то ли блокнута, то ли что-то такое. Ребята, если вы это смотрите, отзовитесь, блядь, кто... Спасибо вам за прослушивание, за нашу. Спасибо, спасибо за прослушивание. И, короче, типа, вот, получается, после «Слушать сердце» это, наверное, рок-альбом, да, или... Да, это, конечно, хорошо. Рок-альбом. Потом был больше «Попсовый», это который... Это твой? Да, вот. Я бы не сказал, что он прям супер-попсовый. Я бы сказал так, «Голодный» — это... Альтернатива, да, как-то? Это переход из попсы и из жесткости в мягкость. Потому что там есть абсолютно все. Там есть и попса, которого мы так любим. Да. Есть и хавы. Давай наберем нефтяки с тобой на двоих. Да, есть хавы, кстати, там затесался. Есть хавы, который, я считаю, вообще один из самых моих любимых треков. И, кстати, пацаны очень любят этот трек. Я не знаю, почему сказали, что припев разъеб. Вот. И поэтому... Нет, «Голодный» — классный альбом. Мне нравится «Голодный». И факт в том, что, типа, если мы сейчас подходим к эпихе, которая, да, то есть это полная противоположность «Голодному» почти. Ну, я бы даже сказал, да, потому что здесь такое... Тут как рок-панк, ой, панк-рок-рэп, да, наверное, смесь... Это хардкор, хардкор-рэп. Вот, ребятки. Хардкор-рэп, хардкор... Ну, можно назвать, это можно назвать еще как угодно. Ну, да, но это не полноценный рэп, это не полноценный дрил, да, это не полноценный рок, да, то есть это мешанина, чего-то симбиоз, чего-то такого интересного. Поэтому эпиха будет, ребятки, абсолютно сумасшедшая. Она... Концепция – это «Готэм», концепция – это «Джокер», да, концепция – это этого альбома, это «Город грехов», да, то есть и... Ну, и будет клип. Мы постараемся сделать клип. Я вам пока сейчас подробностей не могу говорить, потому что их, по сути, и нету, но мы постараемся сварить клип, раз уж у меня, получается, город – это мэч с «Под небом». Вот, как бы, поэтому, ребятки, вот так, мутим сейчас мужиков. Включи хоть, ну, хоть что-нибудь, чтобы они услышали, там, про мужиков хоть чуть-чуть, что это... Вот, ребятки, это мужики, это, короче, типа, как это сказать, перед городом будут мужики, короче, вот. Вот такие они интересные. Ну, вот, короче, вот такая у нас просто ошеломительная дичара здесь происходит. И, кстати, зацените розовые струнки, просто розовые струнки, ребята! Вот, музыкалец «Стихи», и это... Во мне, какая «Стихи». Да, он музыкалец «Стихи», и это, короче, один из треков, который будет в «Эпихе». «Эпиха» будет называться «Город в горло», и на «Город в горло». Короче, ребята, вот мы здесь пили мужиков, трек называется «Мужики». Паша делает из стихов, как сказать, музыкалец «Стихи», короче. «Скидайная ради пропитания, здоровичка, отцам родным до дедам слава». Ребятки, смотрите, повернись, повернись. Первый раз, если честно, в жизни вижу. Гитара с розовыми. Это басуха? Да. Лёхина, да? Это Лёха розовенькая. Розовенькая, да. Красавец. Вот это, я понимаю, стилёк. Лёха, тебе респектос. Будешь смотреть видосик, не забудь прожать лайк, треснуть в колокол. Нет, розовый вообще класс. Видите, как у нас здесь продолжается работка? Это у нас получается сейчас с нуля. Третий трючок. Третий. Вот. Он будет в этой эпихе. И сейчас... Сейчас я буду варить жарево, короче. Сейчас будет жарево. Третий. Вообще, я показываю вам самый сок просто. Хочется, короче, какого-нибудь прикольного, прикольный какой-нибудь синт сюда обязательно. На бой припев? Да, ну типа... Сейчас. Смотрите, это будет третий. Это демка. Сейчас вспомним. Никак-то не будет сниться нам покой, об отражении не мой, враг мой. И дальше погнали. Да, всякие такие штуки, да. Так, вот, короче, ребятушки, третий. Третий, да, третий. Крутой. Короче, хочу накидать в конец этой песни брейкдаун. Так, давай. Давай. Я не знаю, что это такое, но звучит заебись. Круто, если вам нужны пиздатые музыки, пригоняйте, пригоняйте. Ребятки, пригоняйте Пашу. И смотрите, один момент. Это мы, вот, в данный момент, это такой полурок здесь, да, рок, наверное. Но Паша пилит рэп, рок, что надо, то и, короче, запили. То есть, под любые запросы, то он не только на роке, как бы, да, типа... Любой каприз за наши деньги. Да, поэтому, как бы, текст, если с текстом проблемы, он может помочь. Поэтому вот такой вот сегодня выпуск, небольшой, но я вам показал то, что в итоге будет эпиха, и из чего она будет состоять. Но, опять же, это все, что вы слышите, это пока сырье, которое надо еще обрабатывать. Поэтому всем пока.